Я хочу задать вопрос. Ребята, поднимите руки, кто знает, как это будет. Что такое интервал в музыке? Интервал — это расстояние между двумя звуками. Хорошо, правильно. Это правильное определение. Теперь давайте перечислим все интервалы и количество ступеней, которые туда входят. Можно с пальчиками. Например, прима — 1, секунда — 2, и подряд все интервалы назад. Кто будет? На хором, наверное. А, Фамилина. Прима — 1, секунда — 2, Т, С — 3. Кварта — 4, квинта — 5, сепста — 6, септима — 7, октава — 8. Помните, садись. И давайте вспомним нашу песенку, которую мы учимся. Три, сер 많이, садись. Диана, письмо — 10, Кварта — 5, септима — 5, септимую主要, Субтитры делал DimaTorzok 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 Сильястой постой Субтитры делал DimaTorzok 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 Спасибо. Очень хорошо спел Саша. И я задаю еще вопрос Саше и всему классу. Были ли в этой мелодии ходы на интервал секунду? Саша? Было. Скажи, где? Рейдон. И Рейни. И Рейни. Совершенно верно. Спасибо Саше. Очень хорошо ребята отключали. А теперь мы перейдем к новому материалу. И новый материал у нас более подробный. Возвращение интервалов терции и секунды. Ребятки, интервал секунда бывает большой и малый. Также интервал терции бывает большой и малый. И это важно знать тогда, когда мы слушаем этот интервал, когда мы его поем и тогда, когда мы его обозначаем. Обозначение большой и малый обозначается буквами В большой и малый Н. И оно показывает вам, ну, вы, наверное, догадаетесь, большой больше, а маленький Н меньше. Показывает, сколько тонок и полутонок будет в эти интервалы. Вот секунда, это расстояние, мы знаем, между двумя соседними ступеньками. И она может быть между двумя белыми клавишами, например. И здесь будет целый тон. Такая секунда называется большая. А может быть между белыми клавишами и чёрными, например. Тогда она имеет половину тон. И она называется малой. Ну, по характеру звучания они тоже различаются. Если сыграть вместе две нотки сразу, например, большая секунда. Мы слышим, что малая секунда, она ещё более острая, ещё более такая приближенная. Большая. Да. А большая? Ну, конечно, резкая, но не такая резкая. Не такая резкая, да? И вот резкие интервалы, с резкими звучаниями, называются диссонансы. Секунды — это интервалы диссонансы. А, значит, малая секунда у нас половину тонна содержит, а большая секунда — целый тон. Давайте потренируемся с вами. Например, если мы возьмём нотку, ну, скажем, фа, какие нотки будут? Большая секунда от фа. Кто знает, где это? Фа, соль. Это большая секунда. Давайте споем фа, соль, послушайте. Послушайте. Теперь спроем. Хорошо. А как сделать, чтобы секунда была маленькая, малая секунда фа? А, Лена, проверю. Молочная. Фа. Фа. Ну, бемоль, только не до бемоль. О, но что? Соль или боль. Да, назовите мне нотки правильно. От фа малой секунды, алина же. Фа, соль. Соль. Споем. Фа, соль. Спасибо, Лена. Очень хорошо. Давайте глянем. Хорошо. Давайте еще потренируемся. Как будет большая секунда, одно ски ля. Ля-си. Ля-си. Спасибо. А ты, малая секунда, одно ски ля. Всё, спасибо. Ля-си. Ля-си. Споем. Ля-си-и-и-о-а. Да. Значит, мы с вами разобрали секунды, большие и малые. И теперь должны с вами с написанием и обозначением секунды разобраться. Значит, большая секунда, положим на дом, пишутся кнопки рядышком и обозначаются буквой, какая большая, есть цифры 2, сколько ступеней. Таким образом, 2 показывает нам цифра, количество ступеней, ступеневая величина и большое количество домов, 1 дом. Значит, большая секунда, 1,2, а малая секунда, обозначается L2, и здесь будет разный дом, тоже может быть, хочется рядышком, а может быть, хочется перед секундой. 2 — это количество ступенек, а L — это количество домов, то есть малая секунда, соответственно, полуторна. И мы с вами говорили о том, что этот интервал называется диссонанс, он очень резкий, и при помощи такого средства выразительного можно, например, создать музыкальный образ, какой-то очень, какой-то тоже диссонантный, колючий. Как вы думаете? Кого можно нарисовать, если мы будем использовать секунды в сочинении? — Кощея, бессмертная. — Можно Кощея, еще кого? — Ежик. — Ежик можно, ежик, но он все-таки добрым. А можно, наверное, Бармалея, да? — Бабу-ягу. — Бабу-ягу. — Есть, да. — Да, и сейчас мы с вами послушаем, как композитор Сергей Смолинский использовал средства выразительной секунды и изобразил Бармалея. Произведение называется «Марна Бармалея» и исполняет девочка Полина, ученица Ленинградской музыкальной школы центральной сопровождения оркестра русских народных инструментов. Итак… gotcha! ... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По характеру звучания они тоже отличаются... Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok